Здравствуйте! Предвижу, кто-то расстроится или уже расстроился, прочитав заголовок этого видео. Обещал рассказать о Мартине Хайдегере, и вот те раз, совершая вот такой зигзаг. Ну, во-первых, я вернусь к Мартину Хайдегеру, я своих обещаний никогда не забываю. А что вот совершаю такой зигзаг, так вот резко меняя тему, есть тому объяснение. Ведь о чём мы говорили в связи с Хайдегером? Заглянуть в бездну, пережить состояние ужаса, столкнуться с ничто, пустотой. И вот послушал я альбом Мирона, Оксимирона, и вдруг всё то, о чём мы с вами говорили, там, в этом альбоме услышал. Ну, вот у одного критика, а я их много перечитал, примелькнула такая фраза. Я уселся слушать альбом, настроив себя, что в течение часа буду ловить кайф. Ну, и критик разочаровался, поскольку кайфа не поймал. Ну, честно признаюсь, я уселся слушать альбом с другим настроением. Ну, во-первых, многие из вас, из моих слушателей, меня просили это сделать. Но на самом деле не только поэтому. И вообще кайф у меня, ну, несколько другой. Я должен понять, должен принять, должен почувствовать, я должен вжиться в то, что я слушаю. И это требует, конечно, определённого усилия. Когда не просто вбираешь то, что тебе предлагают, а соучаствуешь. И вот если соучастие не получается, ну, естественно, задаёшься вопросом, а кто виноват? Нелёгкий вопрос. Может быть, автор альбома, а может быть, я. В любом случае ощущаешь себя, ну, как бы сказать, посторонним. То есть, вот, хотел войти в какую-то игру. Назову это игрой, хотя на самом деле это, конечно, не игра. А вот не сумел, не получилось. Но, к счастью, к счастью, видите, с альбома Максимирона вышло всё иначе. Альбом Мокси упрекают во многом. Ну, давайте я приведу несколько цитат. Я перечитал много критиков. Ну, вот, всех, естественно, приводить не буду. Но пару цитат, думаю, всё-таки привести надо. Нерон слишком долго морочил голову. Помоушен настолько мощный, что в итоге должен был выйти, как минимум, сержант Пеппер. А вышли всего-навсего красота и уродство. Ничего сверхъестественного. Ну, под каждые цитаты, я раньше так делал, я пишу, откуда её взял. Это новая газета, Ян Шентман написал. Или ещё одна. Красота и уродство обескураживает и обманывает все возможные ожидания. А они были. После микстейпа «Смутное время» было ощущение, что он был приготовлением к чему-то большему. Это «Афиша Дэйли», Николай Овчинников. Ну, и тоже пишу. На самом деле, я могу привести ещё, но не стану этого делать, поскольку везде будет повторяться одно и то же. Альбом как альбом, ничего особенного. Ну, в общем, серенькое что-то такое, да? К чему надо добавить, что Мирон предвидел, предчувствовал подобного рода суждения. И поместил в свой альбом рецензию. Или можно сказать так, саморецензию. То есть вот на тот самый альбом, о котором мы сейчас говорим, ну, а критики вот в ту минуту его слушали. Пауза на пользу не пошла. «Автор пытается так явно потакать фаном, что начисто растратил актуальность». Это девятнадцатый трек, ну, естественно, из этого альбома. Ну, там ещё Мирон ног всякого про себя сказал, ругает он себя, ну, просто несчастный. И хотя сам вот называет этот приём затасканным, тем не менее прибегает к нему и совершает такой поворот, ну, не знаю, хотел того Мирон или нет, что отсылает, ну, во всяком случае меня отослал к обложке альбома «Пинг Флойд» у Магума. Ну, давайте я вам покажу эту обложку, а покажу её с умыслом. Да ведь это рекурсия, повторение одного и того же. Ну, кто застал виниловые пластинки, помните, такие большие были, тот наверняка помнит. Если этой пластинкой, ну, часто её слушали, заигрывали эту пластинку, то там царапины появлялись и всякое такое, и иголка начинала выскакивать из бороздки и, в общем-то, гулять по одному и тому же кругу. И тогда, в общем-то, бесконечно повторялось одно и то же. Ну, тут на самом деле ещё и Ницше приходит на ум с его идеей о вечном возвращении однажды уж бывшего, о чём Мирон и сам говорит. Ну, не о Ницше, конечно, хотя в скобках замечу, что и о Ницше будет помянут. Ну, о Ницше он упомянёт в другом месте и по другому поводу. А вот об этой рекурсии, ну, я заметил рекурсию, Мирон и сам её знает, он её предвидит, и поэтому в конце рецензии там просто и проскакивает это слово «рекурсия». То есть вообще получается что-то очень-очень причудливое. То есть уже рекурсия в рекурсии. Ну, у Pink Floyd, пока мы говорим об обложке, видите, она всё ещё стоит на моей доске. Это рекурсия визуальная и с умыслом нарушенная. Ну, вы можете повнимательнее приглядеться, видите, там как-то они сидят, да, потом это окно, там опять сидят, вот те же самые Pink Floyd, те же люди. Но сидят уже по-другому. То есть, да, повторение, повторение, но как-то каждый раз по-разному. Поэтому я не случайно показываю эту обложку. А вот Мирон своей рекурсии не нарушает. Он вообще удивительно последовательный. И тут ещё надо одно сказать. У Мирона она не визуальная, она звуковая. Да ещё, ну, поскольку текст он произносит, то есть, значит, ещё и словесная. А вот слова эти рекурсивно играют смыслами. Подаётся всё это, правда, с элементом такого некоторого ёрничения. Ну, любит Мирон иногда казаться паяцем. Но подтекст вот во всём этом, даже в этом паясничении, гораздо глубже, чем на первый взгляд кажется. Ну, давайте ещё раз процитирую рецензию Мирона. Долгожданный релиз оказался главным разочарованием жанра. Это псевдоинтеллектуальный хип-хоп. Автор безнадёжно застрял в 2010-е. Завышенные ожидания. Альбом тянет лишь на три звезды. Грошовый, постмодерн, ну и так далее. Ну, вот видите, я на доске написал эту цитату, да? И слово постмодерн тоже выделил. И о постмодерне у нас ещё пойдёт речь. Но не сейчас. А пока давайте не будем спешить и не будем делать выводы. А я вот слушаю альбом и мотаю на ус. Ну, и что же в итоге мне удаётся на этот самый ус намотать? Не подумайте, что все критики дружно Мирона ругают. Мне попадались и хвалебные рецензии, и хвалебные отзывы. Но все поголовно проморгали одно. На мой взгляд, ну, самое-самое главное. Я дважды слушал альбом, и надо было усесться в третий раз, чтобы добраться до шестнадцатого трека. Называется он «Грязь». Чтобы всё вот, что сыграно, сказано, и что я выслушал до этого, ну, вдруг в один момент встало на место. Там, в этом треке, есть такая строка. Ну, давайте опять пишу. «Раньше мутобор в мальчишнике, сейчас мальчишник в мутоборе». И один из критиков по этому поводу высказался. Тоже пишет. «В песне натурально есть строчка, полная бессмыслица ради панчи». Это Николай Редкин. Как раз вот по поводу этой строчки с мутобором. И вот послушал я, прочитал то, что говорил Николай Редкин, и подумал, ну, вот до чего же падки мы всё-таки до примитивных ассоциаций. Ну, действительно, вот слово мутобор нам попалось на глаза. Ну, и сразу приходит на ум мутобор. А кто такой мутобор? Павел Галкин. То есть реально живой человек, ну, сегодня же занимается чем-то и так далее. А когда-то этот самый Павел Галкин входил в скандально известную группу, рэп-группу, которая вот так и называлась «Мальчишник». Ну, раз уж назвал группу, надо назвать, кто ещё туда входил. Там были ещё люди, да. Андрей Лысиков, дельфин, так его называли, и Андрей Котов, его называли Дэн. А прославилась группа тем, что вот на обломках Советского Союза, ну, я сказал на обломках, как раз был такой период, когда Советский Союз только-только разваливался, но до конца ещё развалиться не успел. Так вот эти ребята, эта группа, они затронули тему в Советском Союзе или в советские времена, обходили её, умалчивали. Ну, не было такой темы. А тема эта, ну что, секс. Не было в СССР секса. Дети каким-то образом появлялись, на свет рождались, а секса не было. И доходило до смешного. Ну, я давайте пример приведу не из области музыки, а из области кино. Ну, вот покупали фильмы, западные фильмы. Советских фильмов, таких вот сцен, ну, какие я упомянул, ну, по определению не было. Если там режиссёр отчаялся, что-то такое снять, то приёмная комиссия потом всё это из фильма выбрасывала. Ну, а западные ленты, западные фильмы, их уже сняли, да, ну, покупали, значит, эти фильмы. И такие сцены там, как вы догадываетесь, место имели. Попадались во всяком случае. Ну, и чтобы не развращать советского человека, то, значит, эти сцены вырезали. Ну, и предположим, если подобного рода сцены, ну, это просто клубничка, да, ну, вырезали такую сцену, исчезло. То есть, в общем-то, на смысл, на содержание фильма, вроде как, по большому счёту, это не влияет. Но ведь бывают и другие ситуации, когда эта сцена, ну, смыслообразующая, если хотите. И помню такой эпизод, ну, просто обязан вам рассказать. Как-то я попал на закрытый просмотр. Были в Советском Союзе и такие. Ну, что значит закрытый? Не для всех. Не всех туда пускали. Пробрался каким-то образом и посмотрел там фильм, который назывался «Конформист». Снял его итальянский кинорежиссёр Бернардо Бертолочи. Ну, посмотрел я этот фильм, мне невероятно понравился. Очень сильный фильм, как мне показалось. А потом этот фильм купили и выпустили в прокат. Ну, дублировали и так далее. И я, значит, зазвал друга и говорю ему, знаешь, что вот сейчас на экранах идёт такой фильм, просто обязан его посмотреть. Пошёл, купил два билета. Ну, думаю, ещё раз посмотрю, ничего страшного. И, значит, с другом пришёл смотреть этот фильм. Сидим, смотрим. Ну, что было потом, честно скажу, даже как-то стыдно рассказывать. Друг кипел и плевался. Глупость какая-то, бессмыслица, ничего не понятно. Ну, я им, естественно, стал объяснять, что фильм, говорю, так изрезали, что из него действительно ушёл всякий смысл. К чему надо добавить ещё одну вещь, что в прокат его пустили чёрно-белым. Хотя в оригинале он цветной. Ну, если кто из вас захочет, я дам ссылку. Можете и сегодня его рассыскать в интернете и посмотреть. Фильм действительно замечательный. Это был отклик на события 68-го года. «Молодёжная революция в Европе». Ну, вот Бертолуччи отнёсся к ней очень и очень скептически. Но не буду сейчас разбирать этот фильм, а то меня уведёт всё это далеко в сторону. Но, как сказал, вот вырезали именно эти сцены. А именно в этих сценах вот и прояснялось всё то, о чём нам хотел сказать Бертолуччи. То есть без этих сцен действительно стало непонятно, о чём этот фильм. И когда друг ругался, ну что я ему мог возразить. То, что вот вышло на экран, поступило в прокат, действительно превратилось. Ну, не знаю, даже говорить об этом не хочется. Я отвлёкся. Вернусь к мальчишнику. Не стану подробно рассказывать. О рэбгруппе мальчишник достаточно написано в интернете, поэтому под видео дам ссылку. Если кто-то тут забыл или кому-то интересно, то ради бога, пройдите по ссылке, посмотрите, послушайте, узнаете. Ну, на что я просто обязан обратить внимание, это я вот повторю ту же самую строку, которую вам уже прочитал и написал. Раньше мутобор в мальчишнике, сейчас мальчишник в мутоборе. А ведь эта строка, это прям, ну, копия вот тех эпизодов, какие вырезали из фильма «Конформисты». Ну, я сказал копия. Конечно, не копия в фильме, визуальные, опять же, образы, а здесь слова. Но смысл, который заложен в этой строке, он вот именно такой. И если критик воспринял эту строку как бессмыслицу, то действительно он просто, ну, на мой взгляд, ничего не понял. Потому что в этой строке ключ ко всему альбому Оксимирона. В ней, в этой строке произнесено волшебное слово. Ведь мутобор, ну, это совсем не Павел Галкин. Мирона постигла трагедия. Он пережил состояние ужаса. Он заглянул в бездну. Он столкнулся с ничто, с пустотой. Он шесть лет молчал, потому что забыл. Или заставил себя забыть волшебное слово. Ну, тут мне придется снова отвлечься. Знаю, ругают меня за подобное отступление. Ну, что поделаешь. Такой я человек. Не могу без отступлений. Да и отступление это мне сейчас представляется невероятно важным. Потому что вот именно так я воспринял этот альбом. Я стал, в конце концов, соучастником того, что в нем происходит. Я уверен, многие из вас видели мультфильм «Халиф Аист». Ну, на самом деле лучше, если читали сказку, по которой был снят этот мультфильм. Ну, даже и из мультфильма можно извлечь кое-что. А вот сказку написал немецкий писатель, которого звали Вильгельм Галл. Вот его фотография, дата жизни. Очень мало прожил. Всего 25 лет. Ну, видите, написал такую замечательную сказку. Еще много хорошего сделал, но остановлюсь на сказке. Я, на самом деле, ничего не имею против мультфильма. Он по-своему хороший. Красивый такой. Романтический немножко. Но есть там одна фальшивая нота. В мультфильме появляется фея. Я потом объясню, почему считаю эту ноту фальшивой. А вот у Гауфа никакой феи не было. Напомню в двух словах сюжет этой сказки. Ну, напомню не по мультфильму, а как это было именно вот у Гауфа. И, поверьте, сделаю это с умыслом, выделив самое важное. Главный герой сказки Гауфа – халиф. Это правитель Багдада. Ну, город едва ли реального, но не имеет значения. Важно другое. Халиф – справедливый правитель, и его любят народ. Делаю на этом акцент. У халифа есть имя. Его зовут Хасид. А почему Гауф назвал халифа Хасидом? На иврите пишу. Хасид означает благочестивый. А еще можно перевести как праведный. Вот, видите, написано на доске. Благочестивый, праведный. Ну, кто-то тут может сказать, постой, при чем здесь вообще иврит? Мирон-то не знает иврита. Ну, допускаю, что не знает. Действительно, скорее всего, все обстоит именно так. Но ставил же в конец своего альбома, Мирон, трек под названием «Дрейдл». «Дрейдл» – это не иврит, это идиш. На иврите звучало бы иначе. Звучало бы «сививон». Ну, давайте тоже напишу на своей доске. «Дрейдл» – идиш, видите. И «сививон» – это на иврите. Ну, а что такое этот самый «дрейдл» или этот самый «сививон»? Это такой четырехгранный волчок. Вот, и его вам показываю на своем доске. С которым дети играют во время еврейского праздника Ханука. А Ханука – это праздник обновлений. Ну, иногда его называют иначе. «Праздник света». Ну, не стану тут зарываться слишком глубоко, но обновление, свет, давайте запомним. Мирон, скорее всего, использует тут английский вариант этого слова. Ну, звучит оно и на английском «дрейдл». Так оно вошло в английский язык из идыша. А на самом волчке, обратите внимание, на каждой грани стоят какие-то буквы. И эти буквы на самом деле тоже не бессмыслятся. И в них заложен некий смысл. Ну, давайте туда я уже не пойду, потому что я тут просто сильно уйду от темы. Но кое-что мы с вами все-таки извлекли и, надеюсь, запомнили. Обновление света. Что же касается Гауфа, то он, иврит, знал. Ну, не хочу сказать, что знал настолько, чтобы разговаривать и прочее. Ну, на таком достаточном уровне, чтобы вот использовать отдельные слова из иврита и вставить в свою сказку. Ну, если вы думаете, что он тут так оригинален, Гауф, многие авторы поступали подобным образом. Ну, могу вам напомнить Михаила Булгакова, его мастера и Маргариту. Ну, помните, там же действует Иисус Христос. Ну, не назвал он его Иисусом Христом, а назвал Иешуа Ганацией. То есть, опять же, вот взял из иврита. Немножко исковерк в слова, но он тоже иврит знал не очень. Так вот, и Гауф называет своего героя, то есть вот этого самого халифа, хасидом. То есть, мы с вами понимаем, праведником, значит. Да? Но и это не всё. Потому что есть на иврите ещё одно слово – хасида. Давайте я это слово напишу. А это слово переводится как аист или обозначает аист. Ну, едва ли всё это случайные совпадения. Ведь халиф, вы знаете, превратился именно в аист. Хотя мог бы превратиться в другую птицу или в другое животное. Ну, в сказке ещё действуют персонажи. В частности, действует визирь. Тоже хороший человек. Я делаю акцент на всех этих вещах. Халифа любит народ. Вот у него есть визирь. И нам Гауф даёт понять, что это тоже хороший человек. Тоже давайте запомним. А дальше появляется торговец, табакерка. Ну, тут я буду краток. А в этой табакерке какой-то там порошок, волшебный порошок. И вот, оказывается, если взять из табакерки порошок, понюхать и, значит, сказать волшебное слово, то ты превратишься в какое-то животное. Причём тут по полному выбору. В кого хочешь. Хочешь в флона, хочешь в крокодила. Твоё дело. Ну, как я сказал, а чтобы это произошло, надо произнести, значит, волшебное слово мутабор. А если потом захочешь снова стать человеком, то надо повторить процедуру. Ну, нюхать порошка уже не надо. А просто произнести это слово, и опять ты станешь человеком. Ну, я думаю, теперь всем понятно, почему халиф, которого зовут Хасид, выбирает превратиться именно в аисту, да? Но есть тут одно условие, которое надо соблюсти вот при всех этих перевоплощениях, метаморфозах и прочем. Превратившись в животное, нельзя смеяться. Опять запомните, снова невероятно важно. О чём халиф и визель по беспечности своей такой душевной забывают. Когда, ну, помните, они превратились в аистов, и вот они начинают слышать, понимать этих птиц. Им попадается там какая-то аистиха женского рода. И вот она там говорит такие глупости, а потом ещё начинает какие-то нелепые пляски устраивать и прочее. Ну, не удержались, короче, халиф и его визель рассмеялись, и пац, всё. Не могут они стать снова людьми, потому что нельзя было смеяться, не могут они вспомнить вот это самое слово мутобор. Ушло оно из их памяти. Ну, давайте и дальше, коротенько буду рассказывать. Потом появляется сова, в которую тот же злодей, ну, тот же самый волшебник превратил, ну, естественно, прекрасную принцессу. О том, что она прекрасная, мы узнаем в конце сказки, но пока вот она говорит нашему герою, халифу, о том, что она была принцессой, и вот превратилась в сову. В сову. Случайно? Нет. Сова – это птица мудрости, ностальгии и одиночества. Ну, вот так символизирует, или такой символ, что ли, несёт на себе эта птица. То есть, видите, у Гауфа, ну, ничто не случайно. А в мультфильме, помните, в кого превратилась принцесса, но не буду отвлекаться. И сова вот это подсказывает халифу, ну, что надо делать. Она знает место, где собираются все эти волшебники злые. Ну, и, значит, они все отправляются туда, и сова, и везер, и халиф, и они подслушивают, о чём говорят эти волшебники, ну, и когда подслушивают, слышат, что произносят один из них это волшебное слово. Ну, и всё. Ну, и дальше всё кончается, лучше некуда. Халиф Хасид, так его зовут, да, снова становится человеком, злодей наказан, прекрасная принцесса, сбросив, значит, своё птичье, совиное обличье, становится действительно прекрасной принцессой, выходит замуж за этого Хасида, ну, у них там родится несметное количество детей, людей народ ликует, народ любил этого халифа, да, все счастливы. Ну, а что касается злодея, я упустил, это очень важно, что в тот самый момент, когда халиф стал аистом, когда эта принцесса стала совой и так далее, то вот этот злодей воцарился в Багдаде, и вот всё то время, что халиф отсутствовал, там правил, творил зло, одним словом. Ну, а теперь, когда, значит, халиф снова стал человеком, злодей наказан и прочее и прочее. Как видите, всё обошлось без феи. А была бы фея, возник бы вопрос, а почему она не могла противиться волшебству злого волшебника? И вообще, как так получилось, что она, фея всё-таки, да, не разгадала его зубных замыслов? Противоречия какой-то, какого уголфа нет. Ну, что, сказка сказкой. А теперь попробуйте, или давайте вместе это сделаем, перенесём всё, о чём я рассказал, то есть вот сюжет этой сказки на Мирона. Ведь и у Мирона был свой визирь. Звали его Шок. Ну, давайте даже процитируем. «Шок мой напарник тех лет был жёстче на вид, но тоже внутри дитё и с демонами громче моих». Это, правда, не из альбома, это из клипа «Кто убил Марка?» Альянс ботаника с гопником, новый саунд Европы. И такое там было сказано в этом самом клипе. Ну, не стану сейчас разбираться, хорошо или плохо, что вот сошлись ботаник с гопником. Главное, это в другом. Новый саунд-то был, а значит, вот этот альянс стоил того, и «Сова». Тоже было. Ну, тут с «Совой» несколько посложнее. Это уже моё предположение. Можете соглашаться, нет, можете нет. У меня на этот предмет несколько версий. 27 февраля 2012 года Мирон выпустил трек «Неваляшка», который спродюсировал «Порчи». Ну, вы знаете, «Порчи» он потом и «Горгород» выпустил и прочее, но «Неваляшка». «Женский» всё-таки образ. Опять же, не буду пересказывать, что там было и так далее. Даю ссылку, можете эту «Неваляшку» посмотреть сами. Ну, есть у меня и другое предположение. Опять строчка. Изо, кто убил Марка. Входит Женя, выходит «Горгород». Это Женя Мородошоева. Вот вам её фотография. В «Горгороде» там звучал её голос. Ну, помните, там есть такие паузы, и вторгается в альбом «Автоответчик». Так вот этот «Автоответчик» — это голос этой самой Жени. Ну, на самом деле она и помогала выпускать альбом и так далее. Тоже не буду сейчас на это отвлекаться. А может, вот в «Постеле» снова другая, но это ноль помогает. Снова из этого самого клипа «Кто убил Марка». Но думаю, что вот другая на роль «Совы» не годится. Оставлю «Неваляшку», оставлю Женю. Но помните ведь, что я сказал. «Сова» — это символ мудрости, ностальгии и одиночества. А всего этого было в избытке. Сейчас я уже говорю о Мироне. И когда мы всё это вот припомнили, перебрали, то давайте сделаем вот что. Возьмём фабулу, сказки, как я вам её рассказал, вот раскрыв какие-то там моменты, которые, может быть, если даже кто-то и читал Гауфа, то вот как-то упустил, не обратил внимания. И вот возьмём мы с вами эту фабулу и просто вот напялим на Мирона. И вы увидите, что он просто, ну, сидит, как влитая, как будто вот на Мирона сшито. Ну, разве что волшебного порошка тут нет. Не при деле этот порошок остался. Ну, без лишних атрибутов в жизни никогда ничего не бывает. Зато злодей, ну, со злодеем полный порядок. Тут, как говорится, всего один к одному. Был злодей, и Мирон назвал его имя. А имя его Роман Жига. Ох, боюсь. Длинное у меня получается видео, до конца ещё далеко. Давайте-ка я вот здесь прервусь и начну следующее видео, которое обещаю снять в ближайший день-два, ну, как можно быстрее, и продолжу его с того места, на котором остановился. Субтитры сделал DimaTorzok